Еще в одном моем наблюдении я вам рассказывал, что лечение спины, суставов, но особенно в районе поясницы, связано с тем, что наши эмоции, в основном страха, заботы, оседают там и вызывают спазмы. И вот пока человек не избавится вот от этого в уме в начале, то есть проблемы эти умственные, он о чем-то там думает, переживает. Вот пришли там, допустим, счета на оплату дома, электроэнергии, потом еще что-то, еще что-то, вот такие заботы. Все это естественно в уме там, как платить, что платить, вовремя не заплатишь пеня, несут другой счет, уже совсем по-другому считают. И прочее, прочее, все это оседает, так или иначе, так или иначе, оказывается, оседает. И вызывает то, что начинает спазмировать спину, вот эти мышцы статические, и потом спину клинит, и начинаются растирки там, и прочее, 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 прочее. Я уже об этом в одном из видео рассказывал. И вот метод лечения просто, в первую очередь, осознать, что влияет на спину, потому что это такой орган, который приспособлен для того, чтобы ходить вот так, служить долго. Верой и правдой. А тут он разрушается в цивилизованном обществе, необычайно быстро. Проблемы со спиной и прочими суставами принимают проблемы эпидемии. Так вот, я это вот все осознал, прикинул, так сказал себе, хватит там что-то там болеть, что-то там еще что-то там делать. Вот, подстраховывался, носил пояс, я вначале, пояс штангиста так. Вот, потом, как-то вот сейчас я вот иду, забыл о всех этих поясах, спина такая, как столбик. То есть, это сработало и работает. Значит, проблему уясняем, страхи, заботы. Все это мысленно удаляем. Говорим, что там нечему болеть, кости, связки. Что там может болеть? Вот, до мышцы. И это работает. Вот. Я убедился в этом на себе. Видите, разъяснить механизм, понять его. Потом применить. Продержать какое-то время в себе. И это все дело совсем по-другому. А вот с левым плечом, тут, что-то особо у меня не получается. Но, работаем. Потому что, как только у меня отпустят плечи, я сразу же даю нагрузку. То есть, вместо 8-килограммовых гантелей, допустим, сразу начинаю 19-килограммовые. И, хотя я их поднимаю легко, но уже нагрузка на эти все связки, мышцы, больше они начинают там травмироваться. И начинают опять боли повторяются. Возможно, если бы я не занимался с этими гантелями, то, что-то особо никаких проблем там не было. Но хочется и выглядеть мужественно. Вот. Так что, работают, работают вот эти вот вещи. Избавляться от своих собственных. Мыслей, страхов, вот этих эмоций, настроения. Такого. Будет совсем иное самочувствие. Недаром говорят, что. Сожаление это грех. Значит, грусть грех. Сожаление грех. То есть, когда человек вот. Сосредотачивается на себе. А именно. Не на себе. А на своих каких-то обидах, неудачах. Вот. Что у него там получилось, не получилось. То он раздосадован, что жизнь идет не так, как он бы хотел. И начинается этот процесс. А вот важно принимать жизнь такой, какой она есть. И хороший, и плохой. И при этом не делить на хороший и плохой. Это просто процесс. Слово рода обучения. В нем все должно присутствовать. И благодаря этому мы и совершенствуемся. А если мы это отвергаем, возникает завихрение энергетическое в наших тонких телах, которое по принципу подобия, это я так считаю, начинает концентрироваться там, где, так сказать, аналогичные там энергии. Это в районе, значит, нашего крестца поясницы. Далее там суставов. И проблема пошла. И мы ее пытаемся унять. Следствие, вернее, пытаемся убрать уже мышцу. А то, что оказывается там стоит далеко за мышцей, совсем в иных, как бы сказать, пространствах нашего организма, мы об этом даже и не подозреваем. Вот, видите, что может быть. Ну, так что мне помогло. И этим я делюсь с вами. Можете применять, пробовать. И наслаждаться жизнью без растирок, без всяких ЛФК, костоправства и прочего-прочего-прочего. Вот что самое удивительное. Прием окончен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова